Белорусский завод Мотовело выпустил свой первый мотоцикл в 1951 году. За 40 лет производства предприятие сумело настолько окрепнуть, что количество сходящих за год с конвейера мотоциклов достигало 22 тысяч экземпляров. Впрочем, от забвения после развала СССР завод это не спасло. Мотоциклы Минск как-то просто исчезли из информационной повестки. Вспоминали эту знаменитую марку, разве что только настоящие фанаты. При капитализме предприятие стало полностью частным. Случилось это в 2007 году. Новые хозяева начали с ребрендинга. В угоду новым веяниям советский Минск переименовали в М1НСК. Букву И заменили единицей, а остальные буквы латинскими аналогами. Это сейчас модно. Правда, вывеска редко влияет на суть, поэтому из ворот предприятия продолжают выезжать до боли знакомые и родные мотоциклы. Новые модели, конечно же, у завода есть. В эту линейку входит 6 моделей. Всех их роднит сходство с советскими предшественниками. А главный плюс этих мотоциклов в том, что они имеют очень доступную цену. Тот же Урал за миллион вызывает у многих справедливое возмущение и массу вопросов. Но есть прекрасная альтернатива. Для тех, кому нужен простой надежный мотоцикл Минск Д4-125 стоит всего 43 тысячи рублей. Согласитесь, очень доступная цена для байка с объемом двигателя в 125 кубиков. Мощность агрегата 10,5 лошадиных сил. Кроме этого, модель имеет электрический стартер. Фара и руль практически не изменились, если посмотреть на советские Мински. Ну а для тех, кому хочется совсем уж ретро, так сказать, полную аутентичность, вот, пожалуйста, модель М-125 за 54 тысячи рублей. Вы получите практически советский мотоцикл, даже клепки на обивке сидений остались. Но если мощность, казалось вам, маловато, можно приобрести S4 в 66 тысяч рублей. И к вашим услугам мотоцикл с объемом движка в 200 кубиков и мощностью в 13,5 лошадок. На таком мотоцикле можно разогнаться до 110 километров в час. Конечно, это не спортивные скорости. Впрочем, и для любителей погонять у завода найдется модель. Например, тот же R250. Внешний вид уже вполне современный. Скорость до 150 километров в час. Ну и ценник 200 тысяч рублей. Как вам новые минские мотоциклы? Как цена? Приобрели бы себе? Делитесь в комментариях.